Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. С чего начать подготовку к открытию дачного сезона? Какие проблемы дачников смогут решить общественники? Об этом говорим сегодня и в нашей студии председатель президиума Региональной общественной организации «Союз садоводов Самарской области» Владимир Алексашкин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Добрый вечер. Казалось бы, время сейчас совсем не дачное. Зима только закончилась с начала весны, но мне кажется, вам есть чем заняться. И какая проблема сегодня будет актуальной при наступлении сезона дачного для дачников? Вот так устроили вопрос. Дачный сезон, несмотря на то, что начинается только в конце апреля, начале мая ежегодно, но, к сожалению, дачники начинаются готовиться к своему сезону еще уже зимой, а некоторые уже с поздней осени начинают готовиться. Проблемы, к сожалению, у дачников хватает. Это связано и с оформлением земельных участков, это с решением ряда вопросов по обеспечению сохранности имущества, по оформлению своих земельных участков. С этим приходится постоянно сталкиваться и дачниками, и садоводами, независимо, это дачный сезон или же это межсезонье. Ну вот тревожные такие актуальные проблемы, тоже связанные с дачами, в последнее время информация о них звучит. Это при строительстве, при улучшении инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года, по-моему, какие-то территории затронутся, которые дачным массивам принадлежат, и что-то с ними будет, какие-то решения приниматься. Вот вы можете просветить. Да, здесь, конечно, вопросов много встает, прежде всего, организационных. Много встает вопросов по обеспечению прав и законных интересов дачников. Много у нас дачных массивов попадает непосредственно в зону строительства магистрали «Центральная», которая пройдет непосредственно через дачные массивы. Под зону строительства данной магистрали попадает 4 садоводческих товарищества. Это более 500 дачников попадет непосредственно под дорожное полотно под строительство. Поскольку это и федеральная программа, то, естественно, постановлением правительства Самарской области принято сейчас решение о резервировании данных земель для строительства магистрали. Нами проведена определенная работа по согласованию с Министерством имущественных отношений Самарской области, с Министерством автомобильного транспорта Самарской области по определению географических координат данной магистрали, по выявлению лиц дачников, тех самых, которые попадают в зону магистрали «Центральная». И прежде всего, конечно, это связано с юридическим оформлением всех документов, подтверждающих и права собственности самого садоводческого товарищества, так и каждого дачника в отдельности. А если не оформлены эти права, то получается, что никаких компенсаций дачник уже не может получить, если не зарегистрировано? К сожалению, да. Большая часть садово-дачных участков не оформлена. Это сейчас выявляется в процессе мониторинга, анализа тех и выявления тех людей, кому принадлежат дачные участки. Большая часть имеет свидетельство на руках, но, однако, не заявила до настоящего времени о своих правах. И более того, председатели садово-дачных товарищей не имеют информации о правообладателях данных земельных участков. Поэтому хотел бы, конечно, обратить внимание тех лиц, которые владеют садово-дачными участками в зоне строительства магистрали «Центральная» и других объектов, чтобы они подошли все-таки к председателям садово-дачных товарищей, заявили о себе, предоставили необходимые правоустанавливающие документы на земельный участок, чтобы все-таки государство могло принять меры по защите их законных интересов и прав. А если сейчас они председателя не найдут, можно в какую-то официальную структуру обратиться с такими сведениями? Да. Потому что мало ли... Мы провели, да, здесь процедуру согласования совместной деятельности с управлением Росреестра по Самарской области, с руководством архива, для того, чтобы те лица, которые не заявили о себе, получить каким-либо образом документы, подтверждающие, выдавались ли документы на тот или иной земельный участок. Их порядка попадает в зону строительства более 500, непосредственно под строительство магистрали «Центральной». И, естественно, мы будем сейчас выявлять всех лиц, составляем сейчас списки. Очень активно в этом плане у нас работают председатели. Перечень этих садоводческих товарищей, он определен. Это у нас садоводческие товарищи, что «Металист» попадает, три их массива, завода «Металлург», «Швейница» и «Дачница». То есть председателями данных товарищей у нас постоянная связь в режиме и реального времени, постоянно мы созваниваемся, проводим совместные совещания, мероприятия, встречи. Сейчас готовим ряд совещаний и с Министерством имущественных отношений, и с Министерством транспорта, автомобильных дорог Самарской области, для того, чтобы все-таки эту работу вести скоординированно, и постараться все-таки, чтобы не были нарушены права законы интереса наших граждан. А какие компенсации предусмотрены для тех, чьи права на землю оформлены официально, зарегистрированы? Или что? Потому что там и имущество, и жилые строения, да мало ли что. Это же может у дачника просто сердце разорваться при такой информации. Да, конечно. Здесь законом регламентирована процедура изъятия данных земельных участков. Она будет неукоснительно соблюдаться и при строительстве данной магистрали. Здесь мы имеем в виду, прежде всего, то, что будет определяться все-таки организация, которая будет проводить оценку данного, сколько стоит. Потому что каждый участок, он обладает индивидуальными признаками, и поэтому один участок будет стоить определенную сумму, а соседний, он будет стоить, может, другую сумму. Все же зависит от того, какие инфраструктурные объекты на этом земельном участке есть. Попадает ли полностью или частично. Данный земельный участок под изъятие. Да, да, да. Вот как раз мы дошли до того, что зачем нужно оформлять официально землю в собственность? Вот за тем, чтобы потом, если вдруг такие возникнут обстоятельства, получить какие-то компенсации на законных основаниях. Конечно, конечно. Я считаю, что все-таки обязанность каждого гражданина зарегистрировать свое право в собственность, оформить его надлежащим образом. Это, конечно, связано и с процедурой упрощения системы налогообложения, учета налогоплательщиков. Но мы понимаем, что и государство в связи с этим берет на себя обязательства по обеспечению прав и законных интересов этих людей. То есть те датчики, которые в настоящем полностью оформили свои земельные участки, естественно, с ними гораздо будет легче и разговаривать. То есть они могут, помимо проводимой государственной оценки стоимости имущества, подлежащего компенсации, они вправе, кроме того, заказать свою собственную оценку и в судебном порядке оспаривать. Тем же лицам, которые не оформили свое право в собственность, естественно, это будет гораздо проблематичнее сделать. Кстати, дачная амнистия продлена до 2018 года, поэтому нужно воспользоваться этим. Да, я думаю, что это и нужно воспользоваться. Сейчас в первом чтении Государственного дома России приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, который предусматривает, что дачная амнистия продлевается до 1 марта 2018 года. Она предусматривает упрощенную процедуру оформления земельных участков. Но это касается, прежде всего, объектов недвижимости, которые расположены на земельном участке. То есть, что касается закона Самарской области о земле, который предусматривает право оформления земельных участков без каких-либо вообще документов, подтверждающих право собственности, кроме того, что получает только у председателя садоводческого товарищества справку о том, что он является собственником данного земельного участка, утвержденную и согласованную выписку из шахматки, так называемой, которая показывает местоположение и границы земельного участка, то тогда гражданин Самары имеет право оформить данный земельный участок без каких-либо подтверждающих документов. Федеральный же закон позволяет упрощенную процедуру, если есть документы старого образца. Это свидетельство о пожизненно-наследуемом владении, или же образца 1991-1992 года, свидетельство о праве собственности на землю. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Будут ли сносить дачи на Алматинской улице? Вот люди заволновались, услышали про магистраль центральную и... Я вам могу сказать, то есть вам в данной ситуации прежде всего нужно обратиться быть к председателям садоводческих товариществ. Данные садоводческие товарищества, которые попадают в зону строительства магистрали центральной, их план границы внешних садоводческих товариществ, они согласованы в Министерстве имущественных отношений. Председатели получили данные и письма о согласовании непосредственно на их план-схемах. То есть стоит печать, то есть это документ, подтверждающий местонахождение самого садоводческого товарищества и его внешней границы. Поэтому вам следует обратиться к председателю садоводческого товарищества за получением информации. Если же по какой-то причине это не удается, то вы можете данную информацию получить и у нас по телефону 202-97-17 или же записаться по этому же телефону на прием и получить то же самое информацию и посмотреть местоположение по карте своего земельного участка и определить, попадает все-таки ваш участок в зону строительства или не попадает. Да, вот Петр хочет попасть лично к вам на прием, просит назвать адрес, где вы располагаетесь. Офис нашей организации находится по адресу Карла Маркса 177А, офис 8. Это на углу Карла Маркса и улицы Революционной. Прием ведется мной обычно два или три раза в неделю. Желательно, конечно, чтобы гарантированно попасть на прием, позвонить заранее, предварительно по телефону и записаться на прием. То есть мы обсудим все с вами вопросы, что нельзя будет ответить сразу в ходе нашей встречи. Мы постараемся разобраться и с привлечением или специалистов, или же руководящих органов, или городской администрации, или областной администрации. Мы, естественно, постараемся защитить какие-либо права. Да. Как правило, с начала года, или вот в данном случае с 1 марта, вносятся какие-то изменения в наше законодательство и начинают действовать. Вот с этого 1 марта что-то изменилось. Вот я, например, слышала про легализацию самозахватов. Звучит так даже как-то... Да, полукриминально звучит. Да, легализация самозахватов. Что же это такое? Нет, это, наверное, все-таки неправильная трактовка обывательская. С 1 марта были внесены ряд изменений в законодательные акты Российской Федерации и Самарской области, согласно которому все полномочия по распоряжению земельным участками, в частности по Самарской области переходит от Министерства имущественных отношений области в городскую администрацию. Теперь, то есть по всем вопросам оформления земельных участков, получения на них правоустанавливающих документов, в частности в ходе реализации дачной амнистии, вам следует обращаться в администрацию города. На данный момент пока предварительно определен орган, который будет проводить данную работу, и все документы будут приниматься Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самары. И об этом буквально стало известно мне вчера в ходе разговора с главой городского округа Самары, председателем Думы города Александром Борисовичем Фетисовым. То есть мы в данной ситуации приняли решение, что мы, руководители городообразующих предприятий, прежде всего, садоводческих товариществ этих заводов, мы пригласим на встречу как с главой города, так и с главой администрации. У нас эти встречи теперь проводятся ежегодно. Мы их планируем на конец марта-начало апреля, до начала дачного сезона, чтобы председатели садоводческих товариществ могли задать интересующие вопросы, согласовать как маршруты движения автобусов, то есть что касается транспортного обеспечения, решить вопросы по организации вывоза мусора, по благоустройству территории, по электроснабжению, энергоснабжению. То есть все те вопросы, которые возникают в повседневной жизни каждого садоводческого товарищества. То есть если дачный участок расположен даже не в черте города, он будет решаться вот в департаменте строительства архитектуры, да? Нет, здесь имеется в виду, вот что касается Министерства имущественных отношений, у нас 105 садоводческих товариществ подали план схемы внешних границ Министерства имущественных отношений, то есть что находится в границе городского округа Самара. Остальные подавали в органы местного самоправления, то есть в районной администрации. Мы ведем только речь о городском округе Самара, их у нас 105 садоводческих товарищ подало. И всего было подано 136 план-схем. В настоящее время Министерством имущественных отношений у нас согласовано 12 план-схем. Председатели указанных садоводческих товарищей получили эти утвержденные план-схемы. Остальные же все материалы будут передаваться в городскую администрацию для дальнейшего разбирательства и для дальнейшего оформления. Теперь мы, естественно, будем сотрудничать напрямую уже с городской администрацией. Да. Вот вы сказали про вот эти вопросы, которые можно с вашей помощью решить. А все-таки вот хотелось бы услышать такой рейтинг проблем. Самые болезненные для дачников на сегодняшний день какие и как они могут решиться? Там в аналогии вот с городом, например, мне кажется, вот дороги. Вот если дачник не может нормально добраться до своей дачи, о чем уже дальше говорить, если он даже доехать с ней может? И как вот это все можно решить? Да. Дороги, конечно, это проблема не только города, касающаяся центра, окраин, но это еще и, прежде всего, транспортодоступности садоводческих товариществ. По закону данные дороги, они находятся в ведении муниципалитетов и городская администрация в лице как самого департамента благоустройства, так и районных администраций обязаны содержать, конечно, в чистоте и ухоженном состоянии данные дороги. К сожалению, и ресурсов не хватает, как у городской администрации, поддерживать в нормальном состоянии здесь, и дачники, конечно, сами непосредственно складываются, принимают участие в ремонте, не в строительстве, а именно только в ремонте, поддержании хоть более-менее сносном состоянии этих дорог. Хотя по закону, естественно, они стоят на балансе у города и должны содержаться городом и районными администрациями. То есть заявку на ремонт дороги нужно в районную администрацию направлять? Да, в районную администрацию, или в городскую администрацию. Поскольку сейчас законом предусмотрено право оформлять и оформить садоводческим товариществом дороги свою собственность, за что они, естественно, будут платить и налоги, как общедалевой собственности садоводческого товарищества, в данном случае тогда обязанность по содержанию дорог будет возлагаться уже непосредственно садоводческое товарищество. Пока эта работа не будет проведена, то есть не передана на баланс садоводческим товарищам, то, естественно, они закреплены за муниципалитетами. А вот что касается дачных перевозок, в этом году будут какие-то изменения? С какого времени они начнут курсировать? Может быть, какие-то новые маршруты появятся или нет? Сейчас этот вопрос находится на стадии проработки. Мы сейчас активно сотрудничаем с председателями садоводческих товарищей по сбору информации и по отработке их предложений, по тому, чтобы как облегчить или где-то дополнительно маршруты ввести или организовать новые остановки. Как я уже сказал, с руководством города и с руководством профильных департаментов у нас будет встреча, в ходе которой будут приниматься решения, согласовываться как маршруты, так и графики движения этих автобусов. Если председатели смогут обосновать необходимость и по согласованию с заинтересованными ведомствами, все-таки эта процедура будет возможна. Здесь, потому что соблюдение требований и безопасности, это требование соблюдения установленных государственной инспекцией безопасности дорожного движения, установленными стандартами, правилами, то, естественно, такие остановки или же остановочные пункты будут рассматриваться, выноситься на обсуждение. И при необходимости, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы облегчить все-таки транспортную доступность от дачных товарищей наших. Вот еще такой вопрос, тоже, на мой взгляд, актуальный, это экология на дачных массивах, потому что мы выезжаем из города для того, чтобы свежим воздухом дышать и как-то жить без мусора и так далее. И там же приезжаем к тем же свалкам, которые самопроизвольно как-то организуются. Как с этим бороться? И какие есть у дачников, полномочий, чтобы эти вопросы решать, чтобы эти свалки ликвидировать? Это нужно свои деньги вкладывать и нанимать кого-то? Или как-то вот тоже может общественность? К сожалению, да, эта проблема, она тоже актуальна. То есть вывоз мусора, но это, конечно, не с территории садоводческих товарищей. Там работа все-таки организовывается по седателям. Но по дороге, да. То есть опять это, если напрямую касаться, конечно, это обязанность муниципалитета следить за дорогами, но и дачники не хотят оставаться в стороне, поскольку видеть все это безобразие не позволяет. Здесь и председатели сигнализируют, и муниципальный земельный контроль. А вот кому сигнализируют? Вот образовался этот свалка по дороге. Вот опять же в район администрации? Да, это в район администрацию, и можно обращаться в муниципальный земельный контроль. Муниципальный земельный контроль, то есть также выявляет такие нарушения. Нарушитель, ну, к сожалению, нарушитель очень тяжело восстановить. Это, прежде всего, из строительного мусора складывать, из бытового мусора, который вывозится... Да те же дачники, вот поражаешься, едут дачники с дачи, и вот везут вот эти пакеты с мусором, и по дороге выбрасывают. Ну, если уж вы взяли его, довезите его до цивилизованной какой-то контейнера. Да, к сожалению, да, тут и хромает, конечно, и воспитание, и то, что экологическая все-таки культура, у нас немножко оставляет желать лучшего. Да, вот потом следующий вопрос мой будет про информационную как раз работу, на что она направлена. Вот вы сказали слово культура, ключевое, и вот информация тоже. Но сначала вопрос от Любови Владимировны. Я жительница лесной поляны, у нас на автобусной остановке, она называется дача или вышка Ориона, от остановки далеко идти светофор, и тут же пешеходный переход, и получается, что мы идем по трассе, а когда еще темно и грязь, то это очень опасно. Вот на такие, кто должен реагировать? Давайте, это как бы частный случай, я думаю, здесь мы найдем выход следующий. То есть вы позвоните по телефону, здесь более подробно я запишу данные, суть проблемы. Я думаю, на встрече с главой города и с главой администрации города мы этот вопрос обязательно поднимем. И как практика показывает, то есть выезжает комиссия с участием не только заинтересованных департаментов, но всегда выезжает и председатель садоводческих товарищей с целью оптимизации именно остановочных пунктов, именно оптимизации транспортного потока. Если речь идет о безопасности жизни, то это, конечно, само... Да, и поэтому, конечно, здесь мы возьмем это на контроль. Так что, Любовь Владимировна, оставьте свой телефон, пока вы его не оставили, перезвоните еще. Да, и можете позвонить 202-97-17, конечно, мы запишем суть проблемы, и эта проблема не останется без внимания, мы эту проблему будем выносить на обсуждение с главой города. Ну, вообще, это, конечно, дачники, это не только Самарская область, это организация федерального масштаба, которая становится, по-моему, самая многочисленная, да? Да, да, да. Поэтому хотелось бы узнать на федеральном уровне, что делается для того, чтобы дачникам тоже жилось комфортнее и так далее. Потому что вот я слышала, что даже национальный проект заработал «Дом садовода. Опора семьи». Вот в чем его суть? Да, есть это партийный проект, разработанный Всероссийской политической партией «Единая Россия». Она, прежде всего, подразумевает собой большую привлекательность дачного массива, большую привлекательность труда дачников, решение организационных вопросов по облегчению жизни на дачных массивах, по сплочению дачников, решению каких-то проблем. А это важно? Я считаю, что это важно. Все-таки это и культура воспитания, то есть это и социализация. Не только то, что каждый приехал на дачу, уединился в своем. Это общность каких-то интересов. Для этого и как бы разработана эта программа. Она больше носит декларативный характер, но принципы, заложенные в ней, я считаю, что, на мой взгляд, правильные. И, наверное, будет уместным сказать, да, по своей идее они направлены все-таки на объединение дачников и сплочению коллективов. Не только на то, что они разъединены в своих земельных участках, но и все-таки привлечь их и к общему труду, к проведению общих мероприятий. Понятно. Ну, конечно, вместе вопрос это решать легче. Следующий вопрос от... Так, не подписано. Ракитовское шоссе, дачный участок. Там планируется снос. Ракитовское 2. Планируется ли там снос или нет? Вот вопрос самый актуальный. Это, наверное, садоводческое товарищество Ракитовка-2 имеется в виду, скорее всего. Да, есть такое садоводческое товарищество, но оно напрямую не попадает в зону строительства магистрали центральной. То есть, ну, как бы, чтобы окончательно все-таки получить достоверный ответ, вы можете и к нам обратиться, и к председателю садоводческого товарищества. Но, насколько я знаю, мы согласовывали, как бы, весь перечень садоводческих товариществ, выезжали неоднократно на места с представителями Министерства имущественных отношений, с представителями садоводческих товариществ и Министерства транспорта, с проектировщиками. На места выезжали, и мы определили, какие все-таки садоводческие товарищества попадают. Я перечислил. Их четыре садоводческих товариществ, которые прямо, где-то частично, где-то достаточно много попадают в зону строительства. Ракитовка-2 в перечне этих садоводческих товариществ нет. А вот еще самое серьезное, наверное, сооружение к чемпионату мира – это стадион, да? Да, стадион. Там же тоже большая территория, и тоже такая зеленая, и, наверное, там тоже дача есть или нет? Напрямую нет. Там садово-дачные товарищества не попадают, хотя частично тоже. Задействованы будут в развитии транспортной инфраструктуры, подъездные пути. Да, там попадают несколько садоводческих товарищей, но они в незначительной части попадут. И сам по себе он больше ажиотаж, скажем так, он был искусственно создан из-за отсутствия информативной базы. Ни администрация города, ни администрация области не смогла своевременно проинформировать жителей нашего города об объемах строительства. И, естественно, поднялся ажиотаж из-за отсутствия какой-либо достоверной информации. Вот как раз по поводу информации. Как вы проводите работу по доставке этой информации? Потому что очень много там и в законах, в оформлении, юридических вопросов. Вот есть у вас такое движение, где вы… Потому что дачники – это очень занятые люди, да? Да. Не всегда они все бросят в свой огород, в сад и пойдут куда-то что-то узнавать. Здесь, конечно… А информация нужна. Да, здесь мы, конечно, ставим во главу угла непосредственно живое общение с дачниками. Лично и я выезжаю с представителями заинтересованных министерств, ведомств и администрации города непосредственно на собрание дачников. Для того, чтобы ответить на их животрепещущие вопросы напрямую, без телефонов, чтобы каждый представитель того или иного министерства мог ответить на вопросы, мог записать и мог или же сразу на месте решить, или взять на контроль и каким-либо образом поспособствовать решению вопроса. Поэтому это самое, наверное, главное, которое мы поставили во главу угла. И в ходе реализации проекта на связи с губернатором проекта «Дачники» мы каждую субботу и воскресенье в прошлом году выезжали. И выезжали более 200 раз на садово-дачное товарищество, в ходе которой представители Министерства имущественных отношений, представители нашей организации, представители кадастровой палаты и других заинтересованных в министерстве и ведомств, которых нас просили пригласить непосредственно председатели. Вот эта работа будет продолжена? В этом году она будет продолжена. То есть это не разовая акция. В этом году мы сейчас, в мае месяце, тоже будем готовить и определять перечень садоводческих товариществ, куда мы тоже в этом году будем выезжать. То есть эта работа, она живая, и я думаю, она дает и плоды, и результаты, когда мы можем напрямую и побеседовать, услышать беды, услышать проблемы и попытаться, конечно, их решить. А чем можно мотивировать дачников? Потому что, конечно, дачникам хочется и показать свою продукцию, во-первых, да, вот если они там вырастили что-то большое или оригинальное даже. И во-вторых, реализовать эту продукцию тоже, и потребности, и уже, так скажем, отрабатываются деньги вложенные, да, вот с этой стороны что-то делается? Есть выставки или, может быть, вот какие-то места на рынке? Да, и проводятся выставки. И специально зарезервированы места на потребительских рынках городского округа Самара. Перечень и количество этих мест мы ежегодно с департаментом потребительского рынка городского округа Самара мы согласовываем. То есть, опять же, эту информацию доводим до председателя садоводческих товариществ, где, какие, на каких рынках, какие места для реализации именно плодово-овощной продукции для садоводов и дачников. А легко вот это вот все пробиться туда, реализовать продукцию? Я думаю, что особо... А заявки куда вот нужно? Заявки подаются непосредственно в отдел потребительского рынка, да. И мы, да, согласуем этот вопрос и всегда на встрече с главой города и с главой администрации города, непосредственно руководитель департамента потребительского рынка присутствует. А перед этим мы встречаемся и решаем в рабочем порядке такие вопросы. Да, вот еще одна проблема, опять же, вот со сносом. Мы везде обращались, наш дачный масти в Коне завод, и мы знаем, что там планируют сделать дорогу. Что делать? Давайте мы сделаем так. Вы можете прийти со своими документами, если они у вас есть проустанавливающие, хотя бы какие-нибудь. Мы постараемся определить местонахождение вашего участка и посмотреть, насколько попадает в зону строительства того или иного объекта. У нас есть информация не только по строительству магистрали центральной. Это касается и строительства, и стратегического развития корпорации Кошелев. То есть это касается и развития других районов. Здесь и Волжский район, то есть прилегающие все районы. То есть если эта информация интересна, то есть мы можем предоставить эту информацию, то есть показать. И более того, мы этих руководителей также приглашаем на встречу с садоводческими товарищами. Как-то вот получается на дачников наступают. С одной стороны, мы все говорим, как это хорошо, и заводите дачи, работаете, и будете есть экологически чистые продукты, и отдыхать, и опору семьи создавать. А с другой стороны, вот такие ситуации. Тут дачников, значит, сносят, тут строят. Как так? Ну, к сожалению, да. Есть определенная процедура, прописанная законом по изъятию земельных участков. Она же, земля изымается именно для особо важных объектов. То есть представляющих интересы не только для города, но и для всей области. Естественно, те дачники, которые попадают в зону строительства этого объекта, они, конечно, чувствуют себя ущемленными. Но в данной ситуации, конечно, государство компенсирует эти затраты. А задним числом можно оформить? Вот пока не приступили к строительству в дороге, раз, и оформил дачу. Зарегистрировал и уже рассчитываешь на компенсацию. Для этого, конечно, нужно подтвердить свое право. Что, да, ты являешься или собственником этого, или данный участок принадлежит на правах наследования, или на других вечно правах предусмотренных законом. То есть попытаться что-то сделать можно. Конечно. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей мои. Всего хорошего. Удачи вам в делах дачных. Спасибо. Звоните. Постараемся, конечно, помочь. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова